дорогие друзья всем привет мы сегодня будем говорить на очень важную тему и очень тяжелая тема всегда и называется кавсхуд кавсхуд это имеет ввиду как мы судим другого на хорошей стороны мы сегодня поговорим на сказать пару законов что мы сами себе должны поставить всегда против глаз чтобы мы судили других и критиковали на позитивной стороны не на негативную тоже самый себе так начнем с первой точки всегда у нас есть ситуации что мы видим какого-то человека и может нам особенно кстати более даже с близкими он может какой-то акт какой-то сделает что-то что нам не понравится и что нам легко в этой ситуации сразу это критиковать его на негативной стороны это смотреть его чего плохого почему он так делает надо на сочине есть большой закон такой в иврество называется на баадаши адам бамидаши адам мудэд мудэдин ло это имеет ввиду как человек мерит других мерить сам себя так его изверху будут мерить это имеет ввиду вот скажем сейчас какая-то ситуация мы едем по дороге кто-то нас некрасиво так объехал и мы сразу благословили его как будто благословили да мы его красиво помотюкали может ему даже показали какой-то пальчик такой и поехали и спрашивается если правда этот человек мы не знаем что в какой состоянии может он опаздывает на работу у него какой-то важная сделка может он просто нервный потому что он вышел из дома ему такой плохой день мы не знаем как как и почему ситуация с этим человеком так мы должны в таких ситуациях судить его на хорошей стороне и так знать что тоже когда мы будем судить их других нас будут так так это наш первый закон второй закон нас учит раби нахман из браслева и не вообще это очень из вообще седут браслева это очень большая тема это как смотреть на других на кавсхуд и так смотреть на себя на кавсхуд мы это учили по моему нашего первого урока раби нахманом говорит очень простую вещь простую говорит но тяжело иногда понять ну конечно тяжело делать говорит неважно с какой человек против тебя стоит всегда может быть он самый плохой человек но ты должен всегда искать какую-то точку маленькую что-то увидишь в этой точке его хорошего имеет ввиду что может человек из 99 процентов от его качества от его акта все что он делает это только плохие вещи но говорит тебе раби нахман возьми вот этот один процент вот этот 001 процент и там сто процентов ты найдешь что-то хорошего этого человека когда ты найдешь вот эту точку хорошего этого человека и ты будешь на нее смотреть тогда ты можешь уже на этого человека смотреть на позитивно вот так нам говорит раби нахман вот этот модель что говорит раби нахман говорит вы так тоже должны на себя смотреть это имеет виду вот скажем человек давайте возьмем духовную работу человек говорит сейчас я хочу вставать хочу молиться хочу там кушать кошерную еду хочу на мои характера на качество работать хочу перестать быть злой хочу быть добрый хочу давать много дзадаки помогать людей бедными так и так и так и в конце выходит что ничего не делает почти но он там маленькое благословение он делает там он помог какой-то старой бабушке перейти дорогу говорит робин арман правильно у тебя есть ты хотел молиться ты не молись а ты не делаешь это ты лентяй ты такой такой все нормально но помнишь там полчаса назад была какая-то бабушка такая ты видел что и надо помочь какое-то поднятие яблоки там ты кому-то увидел что он такой грустный ты ему сказала что ты грустный улыбайся ты сделал какой-то маленький маленьких позитивную вещь вот так говорит раби нахман ты должен смотреть на себя потому что если ты так на себя тоже будет смотреть ты никогда не будешь сдаваться это никогда не упадешь потому что если ты будешь смотреть сегодня на маленькую точку позитивную завтра ты будешь смотреть на еще одну и так потихоньку из одной точки позитивной будут больше и больше больше так этот закон можно смотреть на нас на нас лично каждый один на себя и на других еще одна вещь у нас что очень нам надо понять это когда мы кого-то судим не на хорошей стороне когда мы критикуем кого-то нам надо остановиться секунду и понять от какой цели мы это делаем если вы подумайте про это много раз скажем особенно с близкими людьми вы начинаете критиковать кого-то начинаете кому-то что-то говорить цель от этого из начала это что есть какая-то гордость тут так как мы всегда мы знаем вот я тебе говорил что это не надо делать когда человек вот говорил кому когда человек кому-то говорит большинство их ситуаций он говорит вот эти бегают что так не надо делать это он не правда уже хотел ему сказать что это правда ты ошибся и так не надо делать но хотел говорить вообще правда я был прав ты был тупой почему ты меня не слушал на будущее слушай меня потому что ты Ты тупой, а я умный. Так в этой ситуации, когда мы правда даем кому-то, когда мы как-то критикуем кого-то, надо понять, правда, какое место мы это делаем, смотреть, что это чистое место, и так потом можно сказать какую-то комментарию, и, конечно, это вежливо, но всегда думать, почему мы говорим и как мы реагируем. И последний закон нас учит, наш учит, это Баршемтов, святой, кто не знает, это был, это кто создал весь мир Хасидут, и он учил, он учит нас очень большой закон. Баршемтов говорит, когда человек судит кого-то на плохой стороне, он не видит его плюсы и такие вещи, это имеет в виду, что вот эти минусы, что он видит в других, есть вот эти минусы в него. Он говорит, что человек вообще это как зеркало, типа, когда я судю кого-то на негативной стороне, это имеет в виду, что вот эта негативная вещь, я вижу это в себя. Мы как зеркало. Есть тоже, я не помню, где это написано, но есть тоже предложение, еврество говорит, Это имеет в виду, как человек идет к воде, и он видит его лицо, так, когда он говорит человеку к сердцу, он вообще говорит, что от него выходит. Баршемтов даже есть, во время, когда был Баршемтов жив, было такая, как сказать, время такая, что пришли какие-то евреи, и они говорили, что они уже пророки какие-то, они могут принести Мащеха, они такие святые, и был, типа, такой большой духовный конфликт. В конце потом народы, вообще на что там было, они выгнали вот эти люди, половина из них пошли на крестьянство, неважно сейчас вот эта история, и когда-то, почему и все это было, и когда они пошли в крестьянство, крестьяны вышли вообще против евреев, потому что евреев выиграли вот эти люди, и они были против них, и потом был какой-то момент, что крестьянство община говорила, что надо все святые книги от евреев, надо их сажать, такие вещи. Баршемтов в этой ситуации говорил, что проблема была не вот этих людей, что потом они думали, что они такие святые, потом они говорили, что они самые пророки, и потом они пошли на крестьянство, он вообще не смотрел на вот эти люди, он говорил, проблема у нас тут, это не в этих людей. Он говорил, что в те раввины, даже что выгнали вот эти люди, он говорил, что вот эти раввины, они виноваты в чем-то, и не только они, а тоже он сам себе, он сам к Баршемту, и весь народ, что был в это время, вся община, она была виновата в этой ситуации. Почему? Потому что когда, это имеет значение, что мы до этого говорили, когда вот эти люди стали видеть себя, как они себя начали видеть, Баршемту говорит, это был какой-то элемент на всей компании, на всей общине, что было. Так мы не должны были починить это, а так, что мы их выгоняли, а наоборот, мы должны были проверить каждый сам себя, потому что что они делали, и в каждый у нас был вот этот такой микроэлемент, такой внутри себя. Так опять мы закроем тему, что Баршемтов говорил. Всегда мы должны смотреть и понять, почему мы говорим кому-то, почему мы критуем кого-то негативно, или почему мы не судим кого-то на хорошей стороне. Это имеет в виду, потому что много раз в этой ситуации мы видим вот эта негативная вещь, это у нас. Вы можете даже это проверить, кстати, берите кто-то вашего близкого, вот я это проверил где-то на 10 ситуаций за последнее время, и вы увидите, возьмите ребенка ваша, возьмите жену, возьмите родителей, возьмите ваши партнеры, вы увидите, что что, что вас очень дразнит особенно, вы увидите, что это у вас есть. Вот у меня, скажем, есть проблема, я ненавижу технические вещи, у меня нет для них времени, я могу, вот если у меня есть какой-то штраф заплатить, я просто могу его куда-то выкинуть, потому что я всегда, я должен работать, я должен успеть и такие вещи. У меня жена тоже такая, если у меня жена, я попросил заплатить что-то, какой-то там штраф, или там надо какой-то заполнить, что-то такое, она это не делает, у меня сразу огонь из ушей выходит, и это потому, что у меня есть вот эта проблема. Я тоже ненавижу, когда я стою в светофоре, и кто-то приходит вот так сзади меня, показывает, что он поворачивает куда-то, и заходит. Ну, я тоже так сам делаю. И вот эта проблема, и это правда реально, мы ненавидим вещи, это нас очень дразнит, когда они находятся у других. Из-за этого мы должны помнить, что, когда мы критикуем других, и мы смотрим на других, надо смотреть на них позитивно, и понять, что это может у нас тоже есть. Это в наш характер, и мы должны это чинить. Тогда и Бог, чтобы нам, Бог дал силу, чтобы мы всегда смотрели на других, и на себя в позитивной, и мы всегда росли в духовном материальном. Большое спасибо!